МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Почтовый ящик Академии Занимательных Наук, как всегда, забит письмами. Лина Стрелкова хочет узнать, что такое хромовые сапоги. Друзья мои, давайте сегодня поговорим про хром. Элемент под номером 24. Вот он. Атомная масса 52. В земной коре хрома довольно много, 0,02%. Но открыт он был сравнительно недавно. В 1766 году близ Екатеринбурга был найден необычный минерал, который был назван сибирским красным свинцом. Вот, смотрите, какие красивые красно-оранжевые игольчатые кристаллы. Ну, судя по названию, этот элемент содержал свинец. Но помимо свинца там был какой-то еще неизвестный элемент. 30 лет ученые спорили о составе этого минерала, и, наконец, в 1797 году французский химик Николай Луи Ваклен получил из него новый тугоплавкий металл, который был назван хромом. Хрома по-гречески означает «цвет». Ну, сам металл, конечно, никакого цвета не имеет, но многие соединения хрома имеют яркую окраску. Главная особенность хрома – это его устойчивость к действию кислот и кислорода. Этот металл прекрасно защищает сталь и придает ей парадный вид. Вот, смотрите, у меня есть хромированная ручка и хромированная ручка. Декоративное хромовое покрытие обычно наносят на подслой из другого металла. Чаще всего это медь. То есть на железо наносят сначала медь, а уж потом медь хромирует. Так покрытие становится более прочным. А еще хром обладает рекордной твердостью. Он может резать стекло. Вот в так называемых алмазных стеклорезах чаще всего вместо алмаза, алмаз очень дорогой, используют как раз хром. Смотрите. Оп. Но не только металлический хром, но и его соединение люди используют уже не одну сотню лет. Вот, например, хромокалиевые квасцы. Да, вот такие двойные сульфаты называются квасцами. Мы уже с вами знакомились с алюмокалиевыми квасцами. И бихромат калия. Еще одно соединение, содержащее хром. Мы о нем еще поговорим сегодня. Они, кстати, таких цветов. Оранжевого и фиолетового. Вот эти две соли используются издавна для дубления кожи. Отсюда и пошло название «хромовые сапоги». Такая кожа имеет отличный блеск, прочна и удобна. Интересное письмо я получил от Светы Грачевой. Она пишет. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Мамина подруга, тетя Наташа, работает в какой-то химической лаборатории. И я слышала, как она говорила маме, это даже хромпиком не отмоешь». Что такое хромпик? Друзья мои, это смесь насыщенного раствора бихромата калия с концентрированной серной кислотой. Хромовую смесь, так на самом деле она называется правильно, применяют для мытья химического стекла. Я думаю, что мамина подруга просто пошутила. Хромпиком можно отмыть решительно все. Такая смесь двух сильнейших окислителей способна разъесть все на свете. Вы видите, я даже использую салфеточку, чтобы случайно какие-нибудь капельки не попали мне на руку. Кстати, а вы помните, что такое окислитель? Это вещество, содержащее атомы или ионы, способные отнимать электроны у других атомов или ионов. Вот, например, бихромат калия. Вот, смотрите, вот такой вот оранжевый порошок. Вот почему это вещество – сильный окислитель, да? Какой из составляющих его элементов проявляет окислительные свойства? Вот формула бихромата калия. Калий-2, хром-2, О-7. Вот какой из этих элементов проявляет окислительные свойства? Давайте разберемся. Калий. Ну, во всех соединениях он потерял свой единственный электрон, и он заряжен положительно. Степень окисления плюс 1. Кислород. Во всех соединениях проявляет степень окисления минус 2. То есть он берет 2 электрона у других элементов, чтобы завершить свой электронный слой. Итак, кислород получил 14 электронов. А откуда? Ну, 2 от калия, а остальные 12 стало быть от хрома. То есть степень окисления одного атома хрома плюс 6. Представляете, хром потерял 6 электронов. Ну, конечно, он стремится как-то восполнить потерю. Поэтому именно хром в этом веществе является окислителем. Такую же степень окисления хром проявляет и в минерале крокаите. В том самом сибирском красном свинце, из которого хром впервые был получен. Его формула – плюм-бум, хром-О-4. Хромат свинца. Любопытная штука. Бывает, что окислитель и восстановитель, то есть элемент, способный окисляться, отдавать электроны, упрятаны в одну молекулу. И они могут реагировать друг с другом. Такие реакции называются реакциями самоокисления, самовосстановления. Вот, друзья мои, перед вами бихромат аммония. Вот смотрите, бихромат аммония ничем практически не отличается от бихромата калия. Ну, по крайней мере, внешне. Сейчас я вам покажу, как это вещество может бурно реагировать само собой. Так, и эта реакция будет идти с выделением тепла. Она экзотермическая, но для того, чтобы она началась, нужно все-таки немножко нагреть. Ну, я вам уже не один раз показывал эту реакцию, но я никогда не объяснял, что же на самом деле там происходит. Вот сейчас мы с вами в этом и разберемся. Итак, мы с вами взяли бихромат аммония. НН4 дважды хром-2О7. И на наших глазах он превратился в зеленый оксид хрома хром-2О3. Хром-2О3. При этом что-то, наверное, еще летело в воздух, правильно? Это был газ-азоз, абсолютно невидимый, без света и запаха, и пары воды. Ну, давайте разбираться, что же происходило внутри вот этой молекулы. Итак, хром у нас был плюс 6, это мы с вами знаем, а стал, внимание, считаем, плюс 3. То есть хром получил 3 электрона. А от кого? Ну, конечно же, от азота. Потому что азот был в степени окисления минус 3. 3 лишних электрона у него были от водорода. А стал электронейтральным, свободным азотом. То есть эти 3 электрона он потерял. То есть азот здесь окислился. Вот этот вот зеленый рыхлый порошок, оксид хрома, хром-2О3, он состоит из микроскопических кристаллов оксида хрома, и их твердость сопоставима с твердостью корунда. Поэтому вот из него делают такие шлифовальные, полировальные пасты. Ну, такие вот, смотрите, это одно и то же вещество. Но такие пасты используются в машиностроении, оптической, ювелирной и часовой промышленности. А также вот этот вот хром-2О3, зеленый оксид хрома, применяют в качестве пигмента. Вы помните, мы из него делали зеленую краску? И еще как катализатор. Я думаю, что вы помните такую красивую реакцию, как беспламенное горение парафина. Вот так. Мы с мамой, пишет мне Володя Сорокин, ходили в большой магазин выбирать новые кастрюли. Продавец в торговом зале сказал, что на самых лучших кастрюлях должно быть написано 18-10. Мы такие купили. А что значит 18-10? Вы химик, вы должны знать. Так. Загадка. 18-10. Что же это означает? За последние 10 лет посуда из нержавейки почти полностью вытеснила алюминиевую. Она, конечно, немного дороже, но во много раз долговечнее. Вот и на моей кастрюльке тоже написано 18-10. Ну ладно, раскрываю секрет. Эти все кастрюли сделаны из нержавеющей стали. Такая сталь содержит 18% хрома и 10% никеля. Вообще, хром и никель – большие друзья. Они очень часто вместе входят в состав различных сплавов. А вот сплав, который состоит только из этих двух металлов, носит название «нихром» и обладает удивительным свойством. Нагреваться под действием электрического тока. Спирали из нихрома можно увидеть во всех нагревательных приборах – утюгах, паяльниках, электроплитах. Вот у меня есть уже разобранный старый, я бы даже сказал старинный утюжок такой маленький дорожный. Вот смотрите, вот она, спираль из нихрома, да. При прохождении электрического тока она раскаляется до красна и нагревает утюг. Из такого же сплава сделано жало выжигательного прибора. Знакомо вам это устройство? Я в детстве очень увлекался выжиганием. Давайте попробуем. Ну вот, я вспомнил детство, и у меня получилась эмблема нашего телеканала. На этом я прощаюсь с вами. Присылайте свои вопросы по адресу город Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставляйте свои вопросы на сайте телеканала. До новых встреч! Ваш Дмитрий Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова